Доброго времени суток, уважаемые друзья! С вами снова Перпетум, или же Александр. Сегодня мы продолжаем проходить Сириус Сэма. Это вторая часть. В прошлой части мы встретили несколько новых врагов, взяли несколько нового оружия, несколько образцов, и сейчас продолжаем проходить. Мы пришли оттуда, там были злые прессы, и сейчас можно спускаться вниз. Оп! Наконец-таки двухстволка и какая-то статуэтка, очередной артефакт. А вот эти вот фигуры напоминают фигуры Майя. Где-то я их видел, по-моему, даже в фильме Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа было что-то подобное. Такие же продолговатые черепа вытянутые. И оказалось, что это были черепами... Черепа были инопланетян. Инопланетных жителей. Ну, что опять? Да чертова игра, не лагай! Блин! Сколько можно? Ох! Чух! Давай! 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 Несмотря на лаги, я буду разрывать ваши задницы! Ты! Ты! Еще! Ух! Блин-блин-блин-блин-блин-блин! Все у меня... Все заглючило, все лагает. Что это происходит? Надо явно сейчас настройки исправить. Хотя настройки менять нельзя, только разрешение. Может мне разрешение сделать поменьше, чтобы не было этих лагов? Хотя сейчас все перестало лагать. Возможно, это связано с не очень хорошей интимизацией игры, потому что FPS скачет дико. То он подпрыгивает до 60... До 60 тонн снижается. Я даже не могу... Только сосредоточиться. Очень много врагов. Если бы у меня был гранатомет или базука, я просто бы испилил бы ваши кости. И... Двоих сразу. Вот это была красота. И в череп. Бах! И последний. Ну все. По-моему, на этом можно закончить. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Блин, еще один продолговатый перец. Смотрите, он не сможет в меня попасть. А нет, смог. Все-таки крутой. Жаль, что я не могу ему снести пол черепа. Как предыдущим врагам. Это большая жаба. И знаете, надо сказать, ему видно... Вот сюда. Это его слабая точка, надеюсь. Надеюсь, что так. Будем надеяться вместе, да. Такс-такс-такс-такс-такс-такс-такс-такс. По всей видимости, нужно идти наверх. Сейчас я попробую немножко исправить графику, чтобы избавиться от лагов. Сейчас я сделал все красиво. Плюс я поставил широкоформатное разрешение, потому что раньше я играл с квадратом. И надеюсь, в этот раз будет все получше. Лагов будет поменьше. И вам будет смотреть куда комфортнее. Потому что у меня монитор квадратный. Мне пришлось в прошлой серии растягивать изображение. В этой серии все должно быть красиво, грамотно и четко. Оба-на-баночка. Хотя у меня 200% здоровья. И почему процентов? Почему я называю процентами это? Не знаю. Оба-на, оба-на, оба-на. Вот сейчас я чувствую, будет ад. Хотя не такое уж, что будет и ад. Нужно просто быстро добежать до кнопок. Здесь специальные отсеки есть. Оп. Бежим до той стены. Успею, успею, успею. Успел. Фух. Думал, уже не успею. Эй, эй, эй. Так, я нажал? Не нажал. Странно, почему я не нажал в прошлый раз? Так, теперь должна открыться эта дверь. Но почему-то она нихрена не открылась. А нет, открылась. Это я что-то путаю. Ой, 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 ой. Открой, 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 пусти. Чёртова дверь хотела меня подставить. Но не тут-то было. Опять, опять слабоватые пацаны. Должен заметить, что второе пришествие на порядок сложнее. Уже на порядок сложнее, чем первое. Потому что первые локации, первые уровни первого пришествия так не кишили таким количеством монстров. Плюс монстров достаточно сильных. А вот здесь их как раз в огромное обилие. Но ничего, с этим можно просто справиться. Уничтожаю их. Кстати, почему я не взрываю эти вазы? Ведь они неплохо взрываются. Хотя дробовиком ты особо не разгуляешься, особо их не взорвёшь. Поскорее бы уже выйти на открытое пространство. Полголовы, полголовы. Отлично, только руку. Ну и рука тоже неплохая. Надо было забрать её как торфей, повесить себе на плечи. И тогда бы они явно бы испытывали дискомфорт. Я бы взял его руку и надавал бы ему по шее. Чтоб он знал. Ох! Ох, ох, ох. Пугало, пугало, пугало. Чувак из Майнкрафта явно сбежал, обиделся на меня. Взял бензопилу и пошёл месить всех. Это был снеговик, а потом он превратился вот в такого парня. Просто снег растаял, любовь прошла. И он стал убивать, насиловать и стараться наказать Сэмуэля. О-о-о, у меня есть огнемёт. Почему я его не использовал? Снайперка вроде есть. Ох, с одного выстрела, как он красиво слёг. Так, интересно, какое оружие будет вместе с огнемётом на одной полке стоять? Стоп, стоп, стоп. И куда? А, вот, подъём наверх, точно. Я же думал вниз прыгать, но я не стану прыгать вниз, потому что я могу умереть, хотя там может быть секретка. Но рисковать, думаю, не стоит, особенно сейчас. Ну и что ты стоишь? А, бомбочку. Просто сгори. И ты сгори. И вы сгорите. Ой-ой-ой-ой-ой, монстр, монстр, монстр. Откуда ты? Откуда летят твои зелёные шары? Понятно, промазал. Ладно, один можно вытерпеть. Ну, сдыхай уже. Так, снайпер. Я буду как Вася Зайцев. Убивать этих фашистов зелёных. Надо фашистов валить. Плохие они люди, потому что. Так, строповичок. Двухстволочка. Немножко еды. И всё хорошо. Жаль, что я лишился полностью брони уже. Ну ладно, это не играет большой роли. И без брони я могу, собственно, справиться с этими огромными количествами монстров. Потому что я крут всё-таки. Так, сейчас прыгать. Ну, ты до меня всё равно бы не достал. Так, так, так. Так хорошо, что здоровье не коцается, когда я спускаюсь вниз. Ой-ой-ой-ой, скользил. Оба-на! А вот и ракетница. Ну что ж, ракета готова к запуску. Посмотрим, как хорошо она будет разрывать на куски ваши бренные тельца. А, и сразу бык, чтобы проверить силу ракетницы. Ох! Сам себя загнал в тупик. Тем самым получил удар от быка. Но бык не очень умён. Он уже тупее, чем большинство врагов. Так что проблем здесь не будет. Эй! Прямо через плечо ему стрельнул, промазал. Хотя не должен был. Пах! Пах! Не хочу тратить на тебя большое количество патронов. Так. Так. Уж очень дробь сильно разлетается. И поэтому я не могу его хорошо закоцать. Шар продолжает летать. И он попал в меня. Государственный шар слишком умён. Даже умнее, чем я. Печально осознавать, что какой-то зелёный шар, состоящий непонятный из какой-то плазмы зелёной, которая обычно вырабатывается у меня в носу, намного умнее, чем я. Это действительно прискорбно. И я бы не стал хвастаться этим. Но, по сути... Зачем я вообще себя сравниваю с какой-то зелёной губой? Я не знаю. Оп! Как бы я огненные засранцы. Так, так, так. Видимо, этих ребят уже кто-то поджарил. Кстати, знаете, что удивительно? Почему ты так скачешь? Вот что удивительно. Бах! Я даже такой своеобразный рокет-джамп устроил. Почему можно поджигать с огнемёта огненных монстров? Я пока этого ещё не делал, вы пока этого не видели, но сейчас вы убедитесь в этом, что действительно это работает, и это можно делать. Нужно быстро успевать переключаться между разными видами оружия, чтобы удачно ими сражаться. Так, так, так. Откуда, откуда, откуда? Слышу. А, сбоку. Ну, опять ты. А ты маленькая засранка. И ты большая засранка. Просто... Эй, почему я не убил тебя с одного выстрела? Ты должна была разлететься на куски. Так. Ещё. Бах! Ловкость рук и никакого мошенничества, и чуть-чуть нубства с моей стороны. И он просто подыхает, как последняя скотина. Как последний пёс. Фашистский. Ой-ой-ой-ой. Оп. Ой-ой-ой. Кто сзади такой был смелый? Пиранья. А я их и не заметил. Ну ладно, сдохни. Хотя я мог и не тратить на тебя патроны. Там были снаряды от ракетницы. И жаль, что я их не подобрал. Но ничего страшного. Можно и без них справиться пока. Так что я могу проходить и без них. О! Наконец-таки ты нашёл ещё один артефакт. Кстати, друзья, по-моему, тот артефакт прошлый я так и не взял. Странно. Я нашёл три секрета из пятнадцати. Их тут пятнадцать. Ого. Сильно. Убийство. Зато я убил почти всех, кого нашёл. Видимо, только пираньей. Я пропустил Поленке, дорога, долина Ягуара. Храм, в котором мы оказались, посвящён Текокотлеану, богу храбрости. Он находился глубоко под землёй, был наполнен ловушками и загадками. И служил для тренировок армий майя. Если они справлялись с испытаниями, то тебе бояться нечего. Также в воздухе перед нами я ощущаю присутствие сильной магии. Нужно разобраться. Выход на другом конце храма приведёт нас прямо в долину Ягуара. Ну что ж, поехали. Так, так, так. Тьма. Сейчас я буду, насколько я помню, прыгать по платформам. Это один из нелюбимых моих уровней. Да, вот эти платформы я сразу запомнил. Я помню ещё с ранних лет, что я путешествовал по этим платформам. И они всегда дико меня раздражали. Почему-то меня она вбок откинула. Вот, вот, вот. Далечу же. Далечу же. Далечу. Далечу. Ну и сюда вообще не сложно. Потом платформы начнут двигаться. В принципе, это не сложно, но челленджа никакого нет. Не очень-то это весело на самом-то деле. Так. Блин, не успел. И оказался не совсем крут. Фух. Зато взорвал сразу зелёный шар. Так, что ж со мной такое? Почему я так мажу? Наверное, потому что я нуб. Всё? Больше никого. Очень сильно меня дамажит этот зелёный шар. И это меня никак... Никоим образом просто не радует. Я же заикаться начинаю. От нервов. Вот, 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 вот. Сюда, 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 сюда. Фух, фух, фух. Повезло. Я тупанул и хотел сразу до платформы долететь. Но, по всей видимости, мне бы не удалось этого сделать. Зато у меня есть бомба. Крутая бомба, которая уничтожает всех. Это ещё одно новое оружие. Но пока я её использовать не буду. Она у меня только одна. И когда будет просто разрыв моего анала, тогда я смогу её использовать, чтобы как-то смягчить взрыв моего пукана. Что за дерьми ещё летает из этой головы? Уж очень больно. Она самого себя убила. Своего же воина. Видимо, это и есть испытание Майя. Но откуда, чёрт возьми, у Майя грёбаные платформы? Не знаю, видимо, Майя были очень круты. Почему все тут такие умные? Всё умнее меня. Что за безобразие? О, 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 о. Уже летают, летают, летают снаряды. Так, мы пойдём сюда. Блин, 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 промазал. Так, включили платформу. И теперь мы сможем по этим трамплинам прыгать. Ладненько. Где этот зелёный петушок? Так, отсюда я его не вижу. Шикарно, шикарно, шикарно. Их слишком много, этих зелёных... А, вот он! Оп. Только со снайперской ментовки я смогу его достать. Оп. И всё. Элементарно, Ватсон. Такс. Бэм. Бэм. Почему-то мне всегда казалось, что с ножом я легче, и мне проще прыгать по этим платформам. Хотя, скорее всего, это не так. О, как красиво, прямо на лету сохранился. Ну, где-то платформа. Бэм. Ха-ха-ха. Ты не достанешь меня, чёртов шар. Ну что ж, поехали. Вау. Лучше взять ракетницу, мне кажется. Вау. Где этот ещё один зелёный, второй? Петушок. Вот я не могу до сих пор понять, откуда он по мне шмаляет. Ну ладно, не суть. В принципе, это не важно. Зато у меня осталось очень мало здоровья. Чух-чух-чух. Фух, и хорошо, что я во время прыжка не погибаю. Нет, он всё-таки стреляет. Вот он где. Кусок зелёного ущерба. Надеюсь, ты сдох. Да. Странно, что ракетница слабее, чем снайперская винтовка. Очень странно. На самом деле, ракетница должна просто... Ах, чёртовы гарки, я про вас совсем забыл. Ракетница должна просто разрывать на куски с одного выстрела. А как раз-таки снайперская винтовка, конечно, только если она не бронебойная, не противотанковая винтовка, не должна так сильно дымажить этих зелёных петухов. Ой-ой-ой, слишком меня сильно подкинуло. Я потерял управление аж. Вот это странно было. Это воистину было странно. Почему меня так далеко захерачило? Я даже не успел управиться. Давай-давай-давай-давай. Во-во-во, сейчас управление есть. Эти платформы явно покруче. Ха, может мне постараться запрыгнуть наверх? Давай-давай-давай-давай-давай. Нет, я просто не допрыгиваю слишком уж далеко. Сейчас попытаюсь запрыгнуть наверх. Я уже, в принципе, понял как. Тем более, там есть супер-пупер-убер-патрончики, которые мне очень бы пригодились. Давай вот сюда на самый край. Самый-самый-самый край. Ага, запрыгнул на самый край тоже мне. Мастер полётов. Давай, сейчас, сейчас получится. Сейчас получится, обещаю. Вот-вот-вот, самый-самый край. Ого! Ого! И чего это меня так захреначило? Опять. Отчего зависит такой далёкий полёт? Мне вот это интересно знать. О! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! На самый край, самый край. О-о-о-о! Пожалуйста, 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 пожалуйста! Нет! Ладно, не буду тратить время. Мне и без этого хорошо живётся. Зато сейчас я возьму себе... Себе... Гранатомёт. Да! Что-то в этот раз уж очень сильно обильно нас балуют оружием. Уж очень много нам его дают. Что можно делать с практикой? Особенно, если они в тоннеле. Подыхают. Ну, хоть и пачками бегут. Пах! Ещё сам себя покоцал. Но ничего страшного. Здоровья у меня много. Так-так-так. Вот-таки, наконец-таки, мы вышли к долине Ягуара. И сейчас всё будет хорошо. Ну, а продолжим мы, ребята, с вами, пожалуй, в следующий раз. Опять же, из-за плохого соединения. В следующей серии мы постараемся пройти эту долину, потому что здесь будет очень весело. Надеюсь на это. С вами был Перпетум и Режу Александр. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова